Девушки отдыхают Девушка, ты просто обязана испытать оргазм. Это чудо. Настоящее чудо. Жаль, что потребовалось много времени понять, что дело лишь у нас. Многие годы своей жизни я была несчастлива и притворялась, что любима. Неважно, любила ли я своего партнера, красив ли он был или нет, это было неважно. Как я могла испытать оргазм, если даже не знала, что это такое? Я познакомилась с женщиной, что постоянно оргазмировала и обладала разнообразной сексуальной жизнью. Тогда я поняла, что если она свободна, то и я тоже, как и все остальные женщины. Я сказала своему партнеру, если я сама не раскрою свой сексуальный потенциал и не почувствую себя настоящей женщиной, испытывая все удовольствия, то тогда я умру еще при жизни. Было неважно, насколько я успешна в любом жизненном аспекте, как мать, жена или карьеристка. Пока я не буду удовлетворена сексом, вся моя жизнь будет адом. В моей жизни был один счастливый момент, когда я оргазмировала со своим мужем всю неделю. И все в моем теле кончало. Даже мой кончик языка получал оргазм. Когда он трогал мой нос, ласкал своими пальцами подушечки моих пальцев. Это продолжалось бесконечно. В тот момент я думала, что скоро взорвусь и умру от удовольствия. Я чуть с ума не сошла. Я кричала со словами «Боже, Габриэлла, ты не поверишь, что это возможно». В этих оргазмах нет физического удовольствия, поскольку я оргазмировала в голове. И ты хотела улучшить это? Да, поскольку всю свою сознательную жизнь мой разум был в заточении. В тот момент у меня получилось отключить голову и насладиться сексом, как это только возможно. Что-то я не уверена. От меня столько проблем? Просто доверься мне. Если это сработало со мной, значит сработает со всеми. Хорошо. Я представлю тебя каждому эксперту по сексологии, пока ты не спытаешь свой оргазм. Сексология с Габриэлой Анвар и Кэтрин Оксенберг. Мы живем в обществе, где подавляют сексуальные желания, и любые разговоры о сексе устрашают, поскольку мы боимся наслаждения. Сексуальность всегда считалась постыдной. Все остерегались и презирали. Больше, чем деторождение, поскольку в обратном случае на вас могли поставить клеймо. Животные занимаются сексом, но мы и есть животные. Но секс по любви вовсе иной случай. Когда я общаюсь с женщинами о влечении или либидо, то понимаю, что в Америке очень худо с этой темой. Боже, я скоро сойду с ума. Как можно быть неграмотными в сексе в 21 веке? Секс равняется изучению игры на музыкальном инструменте. У каждого есть музыкальный слух и чувство ритма, но ты или играешь на фортепиано, или не играешь. Я думаю, что женщины не подозревают, что они созданы для секса, как и не подозревают, на что способны их тела. Да, я не сильно была опытна в сексе, но знала, что есть что-то еще. А вот этого я не знала. Я всегда думала, что женщины лгут, когда говорили, что есть что-то еще. Когда рассказывали о многочисленных оргазмах и прекрасном сексе. Вопрос, который нужно задать каждому человеку, следующий. Готовы ли вы к более рискованной игре в поисках оргазма? Как любой мужчина, я вовсе не знаю женщин. Все еще? Я еще учусь, пытаюсь хотя бы. Но женщин невозможно узнать до конца. Почему? Ну, потому что они другого пола, совершенно противоположного нам. Как вы думаете, женщины и мужчины одинаково управляют своим телом и разумом? Или считаете, что женщины более склонны к некой потере связи своего разума с тем, что лежит ниже? Может ли женщина получать удовольствие при дисбалансе головы и тела? Ответ таков. Конечно же нет. А способен ли мужчина получить удовольствие в сексе при таком же дисбалансе тела и головы? Безусловно. Большинство мужчин испытывают оргазм намного легче, нежели женщины. Женщины просто обязаны владеть этой информацией, ведь они умеют кончать, а мужчины не умеют их доводить. Ну, да, некоторые умеют, это правда. Но в некоторых странах можно спросить женщину, как часто она испытывает оргазм, и они даже не знают, что это такое. Многие женщины считают себя не такими, поскольку не могут испытывать душераздирающий оргазм. Но дело не в том, что вы не можете, а в том, что вы не владеете методиками секса. Вопрос, как я испытываю оргазм? Это что, какой-то убогий спазм? Чих. Семисекундный чих. Спасибо. Или это полноценное ощущение, когда твое сердце открыто Господу, все тело содрогается от нежного трепета, открываясь небесам в восторге от слияния, доказывая, что в этом и есть смысл жизни. Да, я скажу да. Спасибо, Господи. Вот такой оргазм я хочу испытать. Когда женщина находится в поисках мужчины, то потенциально ищет партнера, что может доставить ей оргазм. Все мужчины считают себя классными в постели. Все зависит от среды, ну да. Значит, да. А знаете что? Как и женщины. Среднестатистический половой акт длится от двух до семи минут. Что? И все? Да, вот так. А женщине требуется 20 или 45 минут, чтобы полностью возбудиться. Не сильно складывается, да? Да, это точно. Возможность возбудиться в отношениях, что длятся долгое время, очень велика. Я предложу вам пару вещей. Да, они критичны, но без них просто невозможно. Первое, партнер сам должен брать ответственность за свое возбуждение. Что мужчина говорит женщине в таких случаях? Заведи меня. А женщины пробуди возбуждение. Нет. Это все, конечно, правильно. Мужчина должен восхищаться своей женщиной, а женщина должна быть богиней. Но это лишь половина истории. А остальная часть заключается в том, что каждый берет ответственность за возбуждение, и если это происходит в моногамных отношениях, то значит, вы эротизируете своего партнера. Когда женщины не берут ответственность за свою сексуальность, она не возникает сама по себе. Они или ждут человека, что спасет их, или пытаются выплеснуть все эти негативные аспекты неоргазмирования на кого-то другого. Я только и делала, что винила своих партнеров в неполучении удовольствия, и вовсе не слышала свое тело. Урок первый. Узнайте свое тело. В женском теле находится огромный сгусток эректильных тканей в области влагалища. Он похож на перевернутый пенис, правда, разделенный на две половинки. Наши эректильные ткани находятся внутри, а у мужчин снаружи. Фунт за фунтом, дюйм за дюймом. Женщины обладают эректильными тканями, схожими с пенисом. Просто возбуждение возникает от 25 минут до 40. Влагалища состоит из тех же тканей, что и ствол полового члена клиторжа, состоит из тех же тканей, что его головка. На клиторе расположено от 6 до 8 тысяч нервных окончаний. Это просто невероятный орган лишь для получения удовольствия. Виды оргазмов. Я испытывала лишь два вида оргазма, или точки наслаждения, о которых я ранее даже не знала. Первый оргазм мне пришлось выжимать из себя, чтобы испытать его. Он, скажем так, был побуждением. Во время этого оргазма было очень много давления и стресса. То есть физического напряжения мышц, удержания дыхания и сжатия. Но также я испытала оргазм, который просто возник из ниоткуда, для которого я не делала ничего. В этом-то и недоразумение. Мы столько обсуждали тему оргазмов, что даже не знали разницы между ними. Клитор – это орган, благодаря которому возникает множество оргазмов. Клиторальные оргазмы невероятные. Цервикальные, вагинальные оргазмы более пышные. Оргазмы, что происходили спустя 40 минут секса, полностью отличались от оргазмов, что возникали после 20 минут полового акта. Здесь и проявляется собирательный эффект. Чем дольше возникает это возбуждение, тем больше смазки выделяется. Это правда так. Тем больше крови приливает к клитору, и тем больше он набухает. Тело работает для его же удовольствия. Я ясно могу сказать, что испытала большинство из этих видов оргазмов. Некоторые окутывали все тело, некоторые даже душу. Сколько, по вашему мнению, длится ваш оргазм? Несколько минут. Тебя спросили или меня? Мы девушку спросили, не вас. После эвакуляции он сразу идет спать. Вы еще даже не возбудились, а он уже спит сладким сном. Это так. Лучше бы целая очередь была из мужчин. Соглашусь. Старые мастеры всегда говорили, что начало секса должно начинаться с прелюдий. А не идти напролом ради собственного удовольствия, окончать и чувствовать истощение. Он должен проявлять мужские качества до самого конца. Чего не так легко достичь. И как у вас это получается? А я держу его. Как люди держат другие вещи. Значит, вы держите пенис? Держите его. Возбуждайте, пока он не встанет внутри вас. Надеемся, это так. Это так. Порой, сжав мышцы, это может произойти. Мы обсудим все, что касается женских гениталий, даже их расположения. Поскольку порой мы даже не знаем названий органов, расположенных у нас между ног. Музей эротики, пляж Майами. Я не люблю ходить в спортзал, но однажды я находилась душевой, и все, что я делала там, так это сравнивало свое влагалище с влагалищем других женщин, поскольку я не люблю смотреть порно. Это неэстетично. Там они даже не настоящие. Но все влагалища ты не увидишь, лишь... Ну, если попытаться. Мне так интересно. Если бы мы постоянно обсуждали влагалища, создавали некие аналоги, то, возможно, тогда бы не требовалось думать, что что-то не так. Мы бы раздвигали ноги и говорили, вау. Женщины порой даже не знают, какими органами обладают. Мы не знаем. Медицинские работники не знают. Книги о сексе, учебники, большинство преподавателей тантры, секс-инструкторы, сексологи, акушерки, врачи. Никто не знает, что у них есть. Почему в первом издании о сексе слово «клитор» даже не существовало? Правда? Вы шутите? Нет, к сожалению. В то время всем было наплевать на женское удовольствие. Значит, первое, что у нас есть, это клитор. После него у нас есть точка G. Что, в принципе, таковой не является, поскольку у доктора Графенберга, в честь которого она названа, не было точки G. Поэтому мне плевать на это название. Проблема в том, что это не точка. Это трубка из эректильной ткани, что окружает мочеиспускательный канал. Точка G. Вы знаете, где ваша точка G? Да. Вы нашли ее? Хорошо. Вот это клитор. А вот здесь расположена точка G, которая больше так не называется. К черту точку G. К черту ее. Тайное место. Тайное место. Вы трогали свою точку G. Нет. Давайте представим это как циферблат. Вы хотите увидеть свой циферблат. Представим, что вы в позиции на 12 часов, после чего хотите повернуться на 4 часа со средней скоростью. Определяйте, насколько она возбуждена. Да. Можно трогать постепенно, можно двигать пальцами. Порой движение пальцами лучше, чем что-либо другое. Вот что происходит при обычном сексе. Трение простыми словами. А вот какими движениями нужно трогать точку G. Видите разницу? Значит, вы вводите палец и поднимаете его вверх. Ага. Вот где находится точка Графенберга. Тут она набухает. Но потребуется много сил, чтобы почувствовать ее. Не все так просто. Нужно использовать два пальца. Да, и ты, пойди сюда. Да, и ты, пойди сюда. Ее сложно стимулировать членом пальцами легче. И членам, возможно, нужно создать нужный угол. У клитора тоже есть ствол, расположенный под капюшоном, а также ножки с каждой стороны в 3 или 4 дюйма, немного похожие на дужку. Это три части клитора, покрытые эректильной тканью, а также вестибулярные луковицы, покрыты двумя большими сгустками эректильной ткани. Супер. Знаю. Удовольствие в женском теле так и подсказывает, что это нечто божественное. И само это проявление удовольствия очень сложно дается женщинам. Потому что мы закрыты в себе, знаем, что вокруг небезопасно. Я помню свои оргазмы с детства. А тогда я оргазмировала очень часто. Но меня постоянно стыдили. Поэтому я проводила много времени в спортзале на канате, где никто не мог видеть, как я кончаю. Вот так. Как маленькая обезьянка. Как Бонобо. Ты правда похожа на Бонобо. Уделяйте себе время и наслаждайтесь ласками своего тела. Я находилась в неведении многие годы, поскольку меня постоянно ругали за мастурбацию и говорили, что подобным заниматься нельзя. Поэтому я и привыкла к мысли, что не стоит этим заниматься. Поэтому нежные ласки или что-то похожее наводили на мысль, что это меня возбудит? Давайте забудем об оргазме сейчас и подумаем об удовольствии. Экспериментируйте, пробуйте, и если вам что-то будет нравиться, продолжайте в том же духе. Лучший способ достичь оргазма – отпустить его. Да. Удовольствие заключается в расслаблении и открытии своего тела. Подобное может случиться в танцах, прогулках с животными, наслаждении красотой, а также наслаждении природой. Запахи, звуки, вкусная пища – все эти вещи автоматически раскрывают ваше тело. Благодаря этому мы и получаем удовольствие, а впоследствии и оргазм. Волшебная палочка Хитачи была прекрасным инструментом для мастурбации многие годы в США. Да, это жестко, но сколько напряжения исходит из этого. Она большая? Ну, можете все пенисы сложить в один. Да, да. Но он не для внутреннего использования, а наоборот, для массажа снаружи. А зачем такая большая? Всего лишь для клитора. Она исполняет желания. Ладно. Если маленькая тихо жужжит, то это будет погромче. Мне даже страшно. Да. Вибраторы придумали врачи, что не хотели притрагиваться к женщинам и считали, что оргазмы лечат истерию. Кое-что придумали и женщины, а именно хрустальную палочку. Она исполнена в очень красивом стиле, удобной формы, и она вовсе не похожа на мужской член. Что-то более деликатное. Похоже на палец? Да, именно, на палец. Подобная палочка может поддерживать энергию, что исходит изнутри и держит ее в тепле. Кстати, если вам интересно, статистика показывает, что если в отношениях существует самоуважение, то и секс будет соответствующий. А если нет, то и секс будет отвратительным. В таких отношениях, если ты трогаешь себя, соответственно, трогаешь и своего партнера. Большинство частей тела названы в честь мужчин. Как по мне, в анатомии не существует этого трепета и сексуальной нежности. Что нам делать с лагалищем, если само название ужасно? Каким словом его лучше назвать? Что выбрать? Сколько гласных будет? Более подходящее слово – это все-таки вульва. Как название машины? Думаю, очень важно обращать внимание на все слова, которыми когда-либо были названы наши гениталии. И я даже не отрицаю слово «манда», которое использовали в определенный исторический момент. Оно не считалось оскорблением, кстати. Напротив, это слово считалось уважительным в большей мере. Сейчас я предлагаю вам собрать все картинки и слова, что подает нам СМИ касаемо данного аспекта, и выбросить их к черту, начав создавать что-то новое. В современной культуре считается, что окончательное лицо женщины – это что-то постыдное. Но почему бы не считать, что это нечто красивое, дающее жизнь? Почему многие считали, что женская смазка, женские выделения были божеским нектаром? Стоит провести аналогию и начать думать, что из первого может быть неким божественно-мужским нектаром. Знаете, меня больше волнует, что испытывает мужчина во время эякуляции. Чувствует ли он гнев, ненависть, оставляя отпечаток на мне. Мне лично очень сложно понятие представить, что чувствует мужчина в данный момент. Возможно, у него возникают в голове слова «я сейчас кончу на эту суку и на ее противное лицо». Зачем ты спишь с таким? Нет, я не сплю с такими. Просто мою голову постоянно посещают данные мысли. Да, это в твоей голове. И я постоянно провожу аналогии к своей жизни, а также к прошлому сексуальному опыту, что был у меня в жизни. А переосмыслить вы это можете? Наверное. Вместо того, чтобы считать себя уродиной, скажите себе, вы неотразимы? Настолько неотразимы, что он просто хочет поделиться оргазмом. Я просто какого-то идола создаю. Да, это так. Вы такая неотразимая, сексуальная. Это мне нравится. Вы должны верить в свои силы и начать ощущать себя сексуальной, влажной, сильной, волшебной, прекрасной, потому что это действительно так и есть. Женщиной. Мы должны придумать новый язык. Например, как будем называть эрекцию клитора? У мужчин есть стояк, болт, стол, утреннее пробуждение. Опухание, возбуждение. Опухание не слышала. Это приведение к действию. А как у тебя уже встал? Какой бред все-таки. Что насчет капюшончика? Нравится это подходящее название. Ого, мне нравится. Ну, знаете, у меня капюшончик возбудился. У меня пульсирует. Что насчет кита? Серьезно, кит в трусах? Прямо китобой. Думаю, землетрясение подойдет. Ага, в восьмой степени, да? В восьмой степени, мне нравится. Синие яйца у мужчин, а у нас что, синие клиторы? Урок второй. Потеряйте голову. Человек – это очень сложное существо. Например, задайте вопрос своему мужчине во время секса. Нравится ли ему это? Ну да, нормально. О чем ты думаешь? Ни о чем. Когда у тебя сидит жена и шестеро детей в пещере посередине холодной зимы, и ты идешь, ищешь оленя, а у самки есть еще и свое дитя, лучше притупить свои эмоции, чтобы не проявить эмпатию, и убить безжалостно и мать, и дитя, поскольку в обратном случае твоя семья погибнет. Почему я испытываю жалость? Потому что вы женщина, а женщина проявляет себя в мире только посредством любви и подачи этой любви. В каждом существует и мужчина, и женщина внутри. Женщина обладает мужчиной внутри и очень часто использует его. Только, к сожалению, женщины неправильно это используют. Очень часто это проявляется через агрессию, контроль, доминирование. Но подобные качества не должны присутствовать в женщине. Ну, не нравятся вам современные мужчины? Сотни тысяч женщин постоянно спрашивают меня, почему я не могу найти себя парня. Да нет настоящих мужчин. Но когда они встречают подобного, начинают говорить, да он такой мужлан, где его эмоции? И так далее. Как это смешно. Мужчины так не считают. Да, это смешно. Но это не ко мне. Я-то хочу мужчину. Но если он проявляет мужской характер, меня это бесит. К счастью, со мной это не произошло. И в моей семье, и в моих отношениях с мужчиной. Я не считала его неандертальцем. Да ладно, порой я его зову неандертальцем. Но он ли не вышел с той пещеры? Да, вышел. Но как только он вышел из пещеры, нужно бороться за выживание. Все-таки какое различие существует в проявлении эмоций между мужчиной и женщиной? Мужчины очень логичны. Всегда? Всегда. Только представьте, что ваш мужчина – это шест, тот, на котором танцуют. А вы – та прекрасная девушка, которая объявляется вокруг него. Шест для меня – это символ четвертого поколения феминисток, и, да, скоро оно придет, я в это верю. Но также это и символ женской силы. Восстановление женских сил, ее тело и разума шест отображает женскую сексуальность. Мы же богини секса, да? Наша грудь изгибается, наши бедра, наши попы, наши ноги, наша шея изгибается. Мы потрясающие, красивые, волшебные создания. И наши тела должны привлекать мужчин, общаться с ними на определенном уровне, не только с мужчинами, но и с женщинами, а также смотреть на этот танец не только с женской точки зрения, но и мужской, а значит сбалансировать в себе эти две энергии. Это танец. Разные изгибы, женские изгибы. Это очень важные, растягивающие, теплые движения, обязательно медленные. Да, да, очень красивые. Вы уже обретаете эту нежность? Вами уже правят эти эмоции. Позвольте зародиться этим эмоциям внутри себя и прочувствовать все до последней детали. Доктор Пэт Айлен поможет мне с Габриэлой избавиться от этой мужеподобности. Именно она сказала мне еще до нашей встречи, что я состояла в несчастных отношениях, что она сама пережила подобные отношения, а после я ее спросила, так когда я наконец встречу хорошего мужчину? Она ответила, когда сама станешь лучшим. Давайте представим, что я прихожу к вам и говорю... Вы сейчас говорите о подруге, да? Да. Моя подруга сексуально не удовлетворена. Мужчина или женщина? Женщина. Она очень похожа на меня. Нет, она не женщина, а мужчина. У вас женские тела, но мужские души. Мы используем слово благородство, но оно больше описывает акт храбрости мужчины по отношению к женщине. Да, многие женщины жаждут этого благородства, но в них столько мужской силы, что они просто сами пытаются проявить его. Мой молодой человек настаивает на том, чтобы открывать мне дверь, чтобы не произошло. На улице может идти ужасный дождь, но он все равно обходит машину, и я говорю, я сама справлюсь, но он полностью игнорирует меня. И, боже, сколько сексуальности в подобном игнорировании. Это правда. Просто нужно прийти к этому моменту и с удовольствием отпустить его. Каждый раз, когда что-то подобное происходит, я понимаю, что мне нужно отойти, обдумать все и отпустить. Подобные разговоры, как у нас, сейчас не приветствуются, да? Из-за процветания феминизма. Один раз я столкнулась с подобным неодобрением. Пару месяцев назад. Да, но у каждого есть выбор, не так ли? Мы не доверяем своему удовольствию. Никто нас не научил. Нам всегда говорили, что это опасно, и удовольствие несет лишь проблемы. Оно может послужить причиной для распущенности. Мы не должны доставлять удовольствие другим людям. Плохие девочки. Большинство женщин еще с детства закрываются в себе, притупляя свою сексуальную энергию, поскольку это постыдно. Неважно, мастурбация это или нет, или чем дети занимаются. Нас обучают, как спрятать эту сексуальную энергию и не доставлять удовольствие самим себе. Я очень долгое время игнорировала свою сексуальность, и удовольствия меня пугали. Я всегда спрашивала себя, что будет, если я разрешу себе это? Достойна ли я этого? Знаете, я никогда не чувствовала, что достойна этого расслабления и ощущения блаженства. Я вижу, что вы не любите себя, свою душу. Это так. Да. Не то чтобы душу, и внешность тоже. Останавливала ли ты себя из-за этого неразвивающего страха, или все-таки решила пойти на это, несмотря ни на что? Думаю, что многие годы я старалась быть тем человеком, какой меня хотело видеть общество, а не быть настоящей. Я уверена, что именно эти мысли позволяют испытывать оргазм, поскольку общество преследует нас и не разрешает насладиться нашим телом полностью. Я вспомнила себя в детстве, когда пыталась насладиться собой, и это считалось постыдным. Мы, я и тот человек, с которым я получала удовольствие, сделали шатер в моей спальне и заделали вход, поскольку дверь всегда была открытой. И если кто-то подходил к двери, мы могли перестать делать то, что делали еще до того, как кто-то подойдет к нам. Да. Поэтому, возможно, я и ставлю себе такой барьер сейчас. Две палатки для создания безопасности. И лишь когда вы почувствуете эту безопасность, тогда-то и получите удовольствие. Сейчас вам нужно сконцентрироваться на ваших эмоциях, и если что-то мешает вам, не бойтесь и скажите, да, меня это отвлекает, нужно что-то поменять. Мы подождем, пока она не расслабится. До встречи. Именно мозг управляет нашими эмоциями, поэтому очень сложно найти контакт с нашим телом. Именно этим я и занимаюсь на моих учениях о сексуальности. Я кладу женщину на стол и говорю ей, скажи мне, что не так в этой комнате, чтобы можно было поменять для твоего расслабления. Что они делают в этом случае? Полностью размещают все вещи в таком порядке и последовательности, чтобы почувствовать безопасность. Черт, я забыла выключить стирку. В спальне грязно. И опять все сначала. О, это я. И сразу беру тряпку. В любой момент женщину может отвлечь любая вещь, неважно какая. И как только гормоны стресса, адреналин и эпинефрин появляются в теле, возбуждение понижается, смазки становятся меньше и наслаждение уходит на потом. Сложно ли выключить голову и почувствовать свое тело? Женщине очень сложно, а мужчине нет. Женщине безусловно. Чтобы расслабиться, мне приходится забыть обо всех проблемах, невоспитанных детях и сказать себе, сегодня ничего не имеет значения. И только тогда я расслаблюсь. Но если что-то меня отвлечет, все, возбуждению конец. Даже старания не помогут. Очень важно сесть и произнести мантру. Я люблю себя, свое тело, свою грудь, свое влагалище, свои колени. Но лишь мозг почувствует это. Тело даже не обратит на это внимание. Главная цель мозга — думать, поэтому не стоит превращать свой разум во врага. Но вам нужно научиться выключать свой разум, расслабляться и получать удовольствие. И если ваш мозг останавливает вас на каком-то этапе, значит вы испытываете отвращение или игнорируете свои эмоции. Чтобы развить в себе возможность кончать много и часто, нужно научиться чувствовать все, не только ваши желания и эмоции. Многие просто хотят кончать дольше и не париться об этом аспекте отношений. Только они не понимают, что им придется прочувствовать больше, чем когда-либо раньше. Можно больше инструкций? Где все проблемы? Вот здесь. Но тело-то продолжит чувствовать? Да, но в это же время ты говоришь себе, ты имитируешь, лжешь, ты дрянь-уродина, фригидная. Да пошла ты к черту. Но оргазм это не остановит. Какие бы отвратительные вещи ты ни говорила себе, твое тело все равно испытывает эти невероятные эмоции. Но именно мой мозг сводит все на нет и не дает расслабиться. А значит, не позволяет получить наслаждение и испытать оргазм. Задаю ответный вопрос. Как мозг может притупить то, что ты касаешься пальцем своей руки? Да, притупить это ощущение он не может. Но если я и не буду получать удовольствие, то только благодаря мозгу. Как? Хорошо, ты будешь моим любовником. Ласкай мою руку. Хорошо. О, мой любимый ласкает мою руку. Зачем он это делает? Что будет дальше? Он что-то хочет от меня? Ага, хорошо. Я поняла, что с самого начала, может, ты и ощущала прикосновения, но после ушла в себя на разговор со своей головой. Ты продолжаешь быть в себе во время разговора или нет? Всегда в себе. Так поняла. Хочешь шлепнуть меня, да? Шлепнуть тебя? Да. О, нет. Помимо клитора, есть еще одно волшебное место, точка G. И именно это место посылает все удовольствие в мозг и говорит, что да, я получаю удовольствие от этого. Мне нравится проникновение и ощущение члена внутри. Вот что нужно говорить себе постоянно, время от времени. Поймите, что проникновение мужчины считается очень интимным, уязвимым, а также устрашающим и пугающим действием. До физического проникновения вы должны проникнуться к мужчине эмоционально, ментально, духовно, чтобы почувствовать, насколько мужчина стабилен и что мы к нему испытываем. Мы должны быть влажными, чтобы произошло физическое проникновение. Боже, это невероятная вещь. Я думала, это случится после. Я думала, что именно проникновение подтолкнет меня к этому возбуждению, а не то, что именно он должен возбудить меня, чтобы я позволила ему проникнуть своим членом внутрь. Я как мужчина считаю, что очень важно расслаблять свою девушку или любовницу, но также важно и самому быть расслабленным. Ведь если парень нервничает, то его и партнерша будет нервничать. Поэтому лучше всего сначала проверить дыхание и понять, какие намерения у партнера. Каким бы образом ты бы попытался возбудить женщину и почувствовать безопасность? Когда в вас проникает уверенный в себе мужчина, вы испытываете это совершенно по-другому. В вашем теле возникают другие эмоции, ведь всю энергию этот мужчина направляет внутрь вас. Я испытывала подобное. Как мужчин учат проникновению? Он должен знать цель проникновения, а также то, что он из себя представляет. Но нужно понимать, что женщина не должна быть важнее его первоначальной цели. И да, женщины это ненавидят. И любят. Да, это и возбуждает, и выводит меня из себя. Да, это и должно возбуждать вас и бесить. Урок третий. Практика. Кэтрин познакомилась с одним из целителей. Его зовут Нитьяма. Он рассказывает и показывает, что нужно сделать, чтобы получить удовольствие и оргазм в конечном итоге. И мы ищем волонтеров, которые бы продемонстрировали это все на камеру. Потому что мы с Кэтрин боимся. В конце всего процесса ты перестаешь чувствовать свои гениталии и наслаждаешься волной оргазма. Конечно, я хочу испытать на себе все эти волны возбуждения и оргазма, о которых вы рассказываете, поскольку не могу сказать, что испытывала это раньше. Мы с моим молодым человеком тоже будем пробовать эту технику, только позже. Вам двоим нужно выполнить это упражнение и почувствовать, как зарождается любовь. Правая рука к правой. Закройте глаза. Расслабьтесь и перенесите свой разум в вашу руку. В вашу правую руку. Я буду делать вам массаж, чтобы освободить вас от негативных эмоций. Вы дышите, высвобождаете негативные эмоции и наполняетесь позитивом, после чего ваше тело будет испепелять всех счастьем. Теперь, очень медленно, начните изучать руку вашего партнера. Где рука? Вы начнете двигать руку и изучать ее. Медленно изучайте ее, но ни в коем случае не теряйте из виду руку вашего партнера или парня. Где рука? Вернувшись от Шарифа, я все поняла. Да, именно, я все поняла и знала, что нужно делать. Сначала попробую одно, после чего мы оба попробуем что-то другое, а в самом конце закончу все другими движениями. Но как только возник момент близости, я начала испытывать страх и волнение. Я сказала себе, остановись. Шариф не целитель, он не владеет никакой тантрой. Он прекрасный мужчина, и знаете, что он сделал? Он остановился и прекратил. Мне просто было необходимо, чтобы он не останавливался, и в буквальном смысле одним взглядом выражал, «Моя жена меня возбуждает». Я буду с ней до конца. На самом первоначальном этапе отношений нужно забыть о страхе и волнении. И, наконец, начать испытывать оргазм. Во время терапии я не знала, что со мной было. Мне пришлось пройти все стадии осознанности над своим телом. Вот что происходит с вами. Вы теряете контроль. Сдаетесь. Вспомните занятие спортом. Вы давите, давите до конца, самого конца. И как только вы достигаете чего-то, скажите себе, теперь я иду дальше? Нет. Значит, это мое представление о постепенном развитии потенциала в сексе. Что после первого уровня я перейду на второй, после на третий и так далее до конца. После чего я, наконец, испытаю оргазм, и, как ни странно, после подобного опыта я стану другим человеком расширенной версии себя. Нет, не полностью другим, а просто настоящей. Мужчины обижаются, если их кто-то учит, а если женщина пытается чему-то научить, обижаются вдвойне. Я попробую это по-другому. Я скажу это немного в другом русле. Я выйду из себя и проявлю некую злость. И чем ты объяснишь свою злость? Да, чем угодно. То есть ты будешь ленить все и всех, нежели пытаться найти причину? Не понимаешь ли ты, насколько важно просто проводить с ним время без всего этого стресса? Думаешь, он понимает, насколько это тяжело для тебя? Вы держите не просто руку, это рука другого человека. Этот человек прожил много лет и многое испытал в жизни. Только представьте, вы держите настоящую руку, и поймите, что это подарок вам свыше. Эта рука когда-то сжимала всю боль, сдерживала слезы, махала на прощание и несла свой первый ланчбокс в школу. Держалась за руки впервые. Прекрасно. Еще немного. Отлично. Это прекрасное упражнение. Я прочувствовала. Прочувствовала. Абсолютно все. Я подумала, что если однажды я испытывала подобное Шарифам, и он испытывал, то значит, все поменяется. Но это неправда. Многие женщины считают, что если они один раз испытали это блаженство, то вечно будут испытывать его. Это неправда. Нет, не обязательно. Просто нужно выстраивать к этому кирпичик за кирпичиком. Отлично. Точка G первоначально может не проявлять никаких действий. Это так. И собственные меры безопасности. Но в ней спит огромное чудо, что наполнено энергией и осознанностью. Тело держит этот удар. Тело держит этот удар и не показывает себя что-то вроде бронежилета, уменьшение чувствительности. Поэтому ее и нужно пробуждать раз за разом. Мы пытаемся пробудить ее за счет соматики или различных тантр. Люди испытывают в некоем роде психологическую травму или ушиб. Даже не обязательно, что они говорят об этом. Нет никаких научных доказательств этому. Но можно увидеть, что люди обладают сексуальными травмами. И если порой проводить некоторое лечение, оно вызовет всплеск эмоций. Очень важно, когда сам врач считает, что во влагалищных тканях тоже может содержаться некая проблема. Исходя из моего опыта, могу сказать, что я испытала огромное наслаждение, разбудив эту зону. Да, с самого детства сексуальная травма никуда не исчезла. И даже несмотря на все терапии, чувство жертвы никуда не ушло. Мое тело ощущало, что я никогда не смогу освободиться от этой травмы. Но как только я начала заниматься целительными соматическими упражнениями, все исчезло. Если представить, сколько женщин прошли сексуальное насилие, цифры будут феноменальными. Но если подумать о женщинах, которые могут рассказать о своих проблемах, то тогда мы и задумываемся, что кто-то говорит неправду. Неправду. И эта проблема может быть не одна, хотя вроде и кажется таковой, очень болезненной и долгосрочной. Проблема может быть вызвана целым комплексом негативного влияния социума и неудачного опыта. Почему влагалище молчает? Какая-то проблема с нервами, да? Вы идёте на обследование и смотрите, в этом проблема или нет. Да, нечувствительность влагалища и члена существует. И как вы смотрите на этот нерв? Как возникает проблема? Привет, доктор Вейс. Продвигаю свою руку прямо туда. Я только проверю. Да. Больно? Так больно. Я засунул трубу. Что это значит? Ну, у неё травма мышечного волокна. Это зона рядом с мочевым пузырём. Это может повлечь мочевое недержание. Больно. Так и надо. Хорошо. Не надо тут для меня по новой стелить. Я чувствую себя уязвимой, когда внутри ваша рука. Да, так хорошо. У вас хороший голос. Как будто там всё полыхает. И это можно исправить. Правда? Да. Да, вот здесь не очень. Мне как-то очень... Вы падали на копчик? Да, я как-то упала с роликов. Не знаю, мне было что-то около 15. Когда дотрагиваюсь до этого мускула, он как броня тела скрывает эмоции. Так, вот люди начинают плакать и всё такое. Может, я просто цепляюсь за старое? Упругий зад? Нет, у меня упругий клитор. Мы с Кэтрин думаем, что во время родов был момент, где мы подумали, что испытываем оргазм. Если бы мы больше знали о глубокой релаксации и были более сконцентрированы и были более понимающими, особенно в деторождении, может, мы могли бы как бы переделать боль во время рождения и, может, получили бы удовольствие. Так что нам нужно профессиональное мнение. Возможно ли такое? Да, ну, то есть, теоретически, почему нет? Так какая разница между болью и удовольствием не точна? Иногда я чувствовала невероятное сексуальное удовольствие. Но я была уверена, что это боль, потому что такие были обстоятельства. Даже если мы переубитим женщин, что... Позволим им. Позволим им, да, чувствовать удовольствие. Вы были акушеркой. Вы никогда не встречали оргазм в природах? Ещё как. Так, собственно, почти всё, что я знаю о прекрасном сексе, я выучила из моей работы. Я училась у женщин, которые рожали. Да, есть смысл, ведь вы входите в состояние транса. На грани. Мы обе рожали три раза, и вы входите в состояние на грани. Точно. Вообще, это состояние при родах и при оргазме почти одинаковое. Да. Точно? Да. И так и должно быть. Если бы мы знали, как правильно стимулировать женщину во время родов, она бы получала оргазм. Так и есть. Есть культуры, в которых проводят вагинальные массажи прямо перед родами. Я думаю, что если сексуально стимулировать женщину рядом с клитором, это изменит нервный импульс. Ну, может, в Калифорнии, потому что я делаю массаж промежности. Но не так же. Да, вы делаете массаж промежности, но вы избегаете вагину. Только промежности. Это самая уязвимая зона. Она постоянно под давлением. Мы к этому и ведем. Если избегать места, которое является зоной удовольствия, не знаю, почему мы ее избегаем, но, очевидно, так и есть. Не знаю, может, мне адвокат подзвонит. Мы их настраиваем на это. Мы делали все, что было в наших силах, чтобы они не достигли этого состояния. Будто мы говорили, так, ты должен завестись и получить оргазм. И придется поехать в больницу, это ведь опасно. И может не получиться, у многих не выходит. Мы наденем на тебя глупую сорочку, положим на странную кровать. Так будет странно пахнуть. И разные люди будут приходить и всовывать в тебя руку, и судить тебя, и спрашивать разное. Вроде девичьей фамилии матери, номер страховки. Ты будешь думать, что ответить на это. А время-то идет, и лучше бы быть вовремя. Тебя будут спрашивать, ну что, завелась? Кончила? Вот так мы поступаем с роженицами. И когда мы поймем связь между родами и сексом, мы будем по-другому относиться к рождению. Да. Да, во время моих первых родов я рожала много-много-много часов. Я как-то просто повисла на моей кушерке и умоляла ее, помоги мне. И она посмотрела на меня и говорит, выталкивай этого ребенка. И я, ааа, мне разрешили принести это дитя в мир. И внезапно я раскрыла бедра, и она появилась. С сексом так же, как и с удовольствием. Я научилась обезьяньему дыханию от Елены Тонетти, роженицы. Такое дают женщинам во время родов, чтобы у них были оргазменные роды. Но так же это техника, которая помогает им перейти от разума к первичным инстинктам. Поэтому нужен оргазм, а у чувственных с этим проблемы. Так что делайте обезьянье дыхание перед сексом. Ну, конечно, вашему партнеру лучше этого не видеть. Выглядит это странно. Челюсть надо двигать из стороны в сторону. Не задерживайте. Закройте рот, сожмите. Закройте глаза, дышите. Двигайте телом. Не напрягайтесь. Двигайте телом. Женская эякуляция. Мы хотим прояснить, что это такое и почему это так важно. Скверт. Известно как скверт. Так. Есть разница в мочевой и женской эякуляции, но значимая разница. Я о том, что называют впрыскивание, когда разбавленная моча с небольшими частицами предстательной железы ПСА, простатическим антигеном, глюкозы, фруктозы с незначительными компонентами мочи. Вы сталкивались со сквертом? О, да. А вы... Или фонтан. Так у вас есть техника, чтобы вызывать такое? Я бы и так не сказал. Все женщины разные. Точно. Хороший ответ. Та, с кем был у меня опыт, была уже немолодая, лет так сорок. В эякуляции главное на самом деле отстраниться, потому что ты и правда под напряжением, когда получаешь удовольствие. Самое сложное. Вам должно быть очень удобно. Даже если вы уписаетесь, это не важно. Что бы ни случилось, вам должно быть удобно с партнером. Если нет, вы сдерживаете себя, постоянно держите себя в руках, эякуляции не будет. Женщины привыкли быть хорошенькими. Мы не должны быть монстрами в кровати. Не должны полностью расслабиться и забыть обо всем. Я хочу быть хорошей, милой, идеальной, хочу хорошо выглядеть и все вместе. И, наверное, это-то и сдерживает большинство женщин. По-моему, мы так боимся потерять контроль. Но когда ты достигаешь пика, контроля нет. Некоторые эякулируют так много, что ученые не могут это объяснить. На меня смотри. Кэтрин звонит и такая, о мой бог, попробуй эту позу, она удивительна. Я эякулирую по всему дому. На соседские дома. Это дар божий. Божество течет в нас в жидком виде. В определенном направлении просто течет. Текучая божественность. И это не ложечки, а чашки и ведра. Древние культуры называли это тайной жидкостью, амритой. Камасутра, да, все это началось давно, тысячи лет назад. В Африке есть племя, где женщин учат орошать стены. Да, своей жидкостью. Племя в Батуре называется качапати. Круто, надо устроить вечеринку качапати. Я призываю женщин раскрывать свой оргазменный потенциал. Вы станете счастливее, здоровее. Это поддерживает молодость, уравновешивает гормоны, иногда замедляет менопаузу. Сейчас столько исследований о большой пользе оргазма. И насколько оргазм разнообразен, есть разные виды оргазма, и он, правда, увеличивает жизнь. Оргазм – это феномен мозга. Собственно, все системы мозга активны во время оргазма. Одна из наших важнейших задач – это понять, что происходит в мозгу во время оргазма. Здесь надо либо самостимулирование, или помощь партнера, или оставаться спокойным во время оргазма. Вам нужны новые механизмы. Мы изобрели шлем счастья с такими вот повязками. Он стабилизирует мозг. Хотите, мы примерим? Нет. Фу, он мой. Он ваш? Он усовершенствовал наши знания об оргазмах. Браво! С помощью ОМ я научилась понимать, что происходит. Потихоньку это изменило мою сексуальную жизнь. И я не знаю, возможен ли такой же опыт, как я получила, без ОМ. Да, я видела, одна рука массировала клитор, а другая вроде бы возле вагины. Вот если это вход в полость, если так, мой палец был прямо на краю. Здесь несколько целей. Это дает мне возможность почувствовать непроизвольные сокращения в ее теле. Это чем-то похоже на измерение сокращений. Так я могу чувствовать, что происходит в ее теле. Для меня красота ОМ в том, что даже если вы моногамная пара, это можно использовать, чтобы стать ближе к партнеру. Есть люди, которым интересно, кто это использует таким образом. Есть женщины, которые, как я говорю, уставшие до мозга костей. Они просто хотят получить свою дозу окситоцина. Ну и плюс это занимает 15 минут в день. Я что-то упускаю. Вы не сочетаете движения. Женщина оголяет нижнюю часть, принимает позу, и ты стимулируешь верхнюю часть клитора. Первое, о чем стоит сказать, мое внимание зашкаливает. И я понял, вот самое ценное вложение. Ваше знание. Это не секс. Это не замена сексу и не пародия на него. Это похоже на йогу или медитацию. Это то, что я делаю, когда нервы напряжены. И когда я переполнена, когда в моем теле одно удовольствие, сексуальная жизнь меняется. Я вам обеим подготовила подарок. Я вам принесла Бен Ла Боллс. Звучит как десерт. Это проглотит твоя вагина. Хорошо. Это вкусно и приятно. Это надо засунуть в отверстие, и потом мы завяжем это. Убедитесь, что закрепили их отдельно друг от друга. Нам нужно, чтобы они двигались отдельно внутри вашей вагины. Это хороший способ понять и начать осознавать, из чего состоят ваши вагинальные стенки. А у вас хорошо получается. Вы можете управлять этим. Так, наверное, это из-за опыта, но я могу выталкивать шарики и пенисы из себя. Ну, я в смысле... Я могу быть в невероятном оргазме, и внезапно... Ты выталкиваешь пенис. Выталкиваю пенис. Еще раз. Хорошо. Соедините точки. Вдыхайте в обороте и выдыхайте в обратном. Да, хорошо. Нас потеряла. Заставить женщину кричать, заставить ее издавать хоть какой-то звук – это достижение. Есть то, что говорят все. Нет, я не издаю звуков, не могу. Знаете, мы просто часто закрываемся. Мы боимся кричать, боимся. Да. Так что все то, что может довести нас до экстаза, мы закрываем, не позволяем себе. Если оценивать сексуальную энергию от 0 до 10, 0 холода, 10 кипения, если каждый раз вы начинаете с холода, до кипения вам очень далеко. Так что в идеале вы постоянно должны быть в середине на 5 или 6 или даже 7-8. Там, где сексуальная энергия уже высока, все, что требуется – это прикосновение или нажатие, или… И кто-то уже очень близко. Все это из-за постоянного состояния, постоянного состояния желания. По-моему, меня больше возбуждает любовная сцена, ясно или нет, в красивом фильме, а не в каком-нибудь порно. И мне интересно, каково это, когда тебя возбуждают изображения непридуманных женщин, а настоящих, реальных, которые воплощают выражение глубокого удовольствия. Что если бы у нас была возможность создать эротический романтический фильм с реальной парой, которые придаются своей истинной страсти, занимаются любовью, не играя на публику? Каково было бы переживать ее истинное наслаждение, ее звуки, движения, ее выражение, уязвимость? Видеть его направленность на ее удовольствие. Каково бы это было? Когда в трансе вы перестаете критически мыслить и опционно фокусируетесь на прямом опыте, когда поймешь, что твои веки полностью расслаблены, дай мне знак. Да, теперь погружайся в расслабление глубже, глубже. Опционный фокус позволяет тебе понять, что происходит вокруг. Собственно, когда ты в трансе, твои ощущения усиливаются, и ты понимаешь гораздо больше, чем обычно, что происходит вокруг. Но для тебя это не важно, потому что ты сфокусирована на человеке, который ведет тебя через это. Потому что все, что говорит или делает этот человек, влияет на твой опыт. Когда бы не проявилась старая привычка или стереотип, вы слышите «мой голос хватит». То, что интересно всем женщинам, если они хотят достичь полного оргазма. Почему энергия оргазма лечит неврозы? Потому что недостаток этой энергии вызывает неврозы с большой силой. В этом случае вы отчаянно ищите удовлетворение любыми способами. И многое отражается в отклонениях в поведении, чем и являются неврозы. Пропусти это через разум и тело, вот так. Это усиливается, ты расслабляешься. Вот так. Это нужно твоему телу. Твой разум готов. Теперь хватит. Желание освободиться растет. Глубоко вдохни. Твои глаза широко открыты, ты вернулась в комнату. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Хорошо. Расскажи, что произошло. Не уверена. По-моему, я погрузилась глубоко. Чувствовала жар. Хорошо. И я чувствовала желание. А потом я просто... Чувствовала свободу, но не совсем такую, которую ждала. Нет, все хорошо. Все хорошо. Любая твоя реакция идеально подходит сейчас. Поэтому тебя именно она. Можешь рассказать, что происходит, когда кого-то насилуют, особенно детей? Это искажает, меняет дальнейший сексуальный опыт, потому что появляется связь. И думаю, люди могут не справиться с этим. Даже пройдя годы терапии, они просто скажут, я знаю, что случилось. Я проделал столько работы, а мне все еще отстойно. Ребенок может почувствовать влечение после небольшого раздражителя. Но теперь это влечение связано с воспоминаниями об изнасиловании, и они женятся. И это влияет на нейропути, установленные у человека. Так, если это не согласовано, то в ребенке может открыться сексуальная энергия. Но его или ее сознание не способно обработать это все. Я думаю, что если ребенку навязать сексуальную энергию, то это навсегда. Расскажи мне об этом. Ну, я... Я была сексуально испорчена в детстве моим соседом. Сколько тебе было? Четыре. А потом... Потом меня изнасиловали. Я ничего не понимала, чувствовала себя грязной. И я искала каких-либо взаимодействий, и... Что это значит? Я стала одержима мастурбацией. Четыре? Да. Да, да. Просто мне было необходимо чувствовать оргазм. Я искала его. Это было неправильно? Просто это было что-то вроде клейма. Даже если мама говорила об этом, то только шепотом. И если она видела, как я играю с собой, она говорила, это нехорошо. Я думала, вот черт. Надо делать это потише. Теперь я понимаю. И никто не должен меня слышать, видеть или чувствовать. Я как будто поместила себя в изолятор. Ты тогда потеряла связь со своим телом? Наверное, да. Похоже на правду. Опиши свой сексуальный опыт сейчас, когда ты взрослая. Что-то произошло с твоим телом после моего вопроса? Да. И что именно? Просто... То же чувство. Я задыхаюсь. Думаете, возможно исцелить сексуальную травму без физического вмешательства? Думаю, это возможно. Но из-за того, что я верю, что тело сохраняет воспоминания, эмоции и травмы, его нужно освободить. Мы постоянно пытаемся избавиться от напряжений тела. И чем больше мы в этом понимаем, тем больше можем получить удовольствие. Расслабь губы и рот. Позволь эмоциям протекать. Да, расслабь рот, милая. Если ты не опустишь их, Габриэла, они останутся в теле. И ты не можешь освободить свое тело из-за холодных напряжений. Освободи их, чтобы стать... Вот она, женственность. Расслабь. Да. Больно. Да, больно. Отпусти, отпусти это. Да, освободи себя, милая. Это боль. Да. Положи руки туда, где больно. Да. Хорошо. Освободи себя. Да. Мне плевать на сложности. Еще бы. Многие начинают сексуальную жизнь просто с секса. А потом понимают, что они совсем несовместимы. А затем, что не могут содействовать и взаимодействовать. Так что согласись не делать этого, пока не поймешь, что ты социально и сексуально моногамна. И хочешь построить отношения. Дело свободных, развивающихся отношений. Органическая система. Представьте, что вам нужно только прощение за все те случаи, когда вы сказали «да», а хотели «нет». Боже, долго же придется считать. Научитесь говорить «нет» вместо «да». Это правильный путь. Знаете, кого и почему вы выбираете в свои партнеры? В тебе есть часть, которая нужна была внимания отца, но он был занят и не давал тебе его. И мне интересно, ты использовала сексуальное, чтобы получать внимание? Да. И из-за твоей нужды быть нужной, ты позволяешь другим вредить себе. Сожмите, держите, теперь выдыхайте и расслабьтесь. Так, когда ты дышишь животом, кровь, питательные вещества и оксиген поступают в вагинальную зону и активируют таз. Таким образом, ты пробуждаешь сексуальный центр. Я люблю представлять, что мои корни растут глубоко в землю. Впитайте прощение из земли. Вдохните прощение из центра своего позвоночника. Представьте, что мать-земля дает вам его и наполняет ваше сердце. И я впитываю питательные вещества из земли в свою вагину. А когда я выдыхаю, я отдаю все, что мне не нужно земле. А теперь на выдохе эту ниточку прощения вы отправляете в сердце, и энергия течет в эту чакру. Задержите. И выдох. Четыре счета вдох, четыре выдоха. Глубоко дышите животом. Думаешь, что мы все еще позволяем им отвечать за наше состояние, нашу возможность освободиться? Я задаю себе этот вопрос всю свою осознанную жизнь. Почему я с тобой не могу кончить? Что с тобой не так? Люди, которым до ужаса сложно говорить о сексе, это те, кто занимаются им вместе. Потому что ты боишься, что если ты по правде поймешь, что происходит, ты зацепишь чувство другого, настроишь его против себя, произойдет столкновение, ты разрушишь отношения. Я успешно проделала все из этого во время секса. А ты? Нет. Но в то же время ты хочешь угодить своему партнеру, и ты сокращаешь свои реплики, как можешь. И часто ты используешь только реплики из порно. Проблема в том, что большинство женщин говорят, я не знаю, что мне нужно, но я точно знаю, что вот этого мне не надо. И как же тогда вам начать разговор и пробовать что-то новое, чтобы оба были в выигрыше? Тогда занятия любовью становятся неловкими, даже с твоими давними партнерами. С кем у тебя установлено доверие, уже есть глубокие чувства. Надо просто иногда отступить и сказать, я хочу изменений, надо что-то поменять. Мы говорим о полном пересмотре известного секса. Было бы прекрасно, если бы каждый был готов к изменениям и хотел открыть что-то новое в другом, а не просто принимать то, что уже известно. Я полностью понимаю, как тяжело бывает вести разговор. Вот, например, я сплю с парнем и думаю, так будет странно, и поговорить мне с ним или нет. Потому что если я начну, весь процесс сразу изменится. И я поняла, нет, я должна это сделать для всех женщин, которых он встретит. И, кстати, все мы должны это делать. Я никогда в жизни не симулировала оргазм. А я, да. Вас не учат симулировать, это как талант. Когда думаешь, о господи, когда это кончится? Ладно, пора заканчивать. Все, я окончаю. Нас этому учили, когда я была молодой. Хорошие манеры. В моей молодости признать, что у тебя не было оргазма, значило заявить о дефективности. Я себя так и чувствую. У меня редко бывали оргазмы. Я дефективная. Да. Теперь я понимаю, спустя время, что я все симулировала. И я говорю не только об этом невероятном оргазме. Я, кстати, была внизу. Я говорю о... ...симулировании желания. ...симулировании желания к партнеру. И что ты получила благодаря этому? Их желания. Какой ты себя чувствовала, побудив их желания? Желанной. Думаю, наверное, сейчас я лучше буду настоящей и нежеланной, чем притворной и горячей. Думаете, женщины знают, что делать, когда речь заходит об удовлетворении мужчины орально? Ну, меня заботит только то, что моя все правильно делает. Любить сосать членов – это нормально. Если бы вам пришлось засунуть банан себе в рот на 15 минут и сосать его с энтузиазмом, при этом не давясь, у вас не пропал бы энтузиазм уже после трех минут? У меня есть ответ. Он большой, массивный, ты не знаешь, когда на тебя потечет. Так что... Так что я решила влюбиться в пенис. Женщины, нас нельзя так унижать. Нам все самое лучшее. Женщинам нравится сосать, потому что они любят наблюдать беспомощных мужчин, как у них закатываются глаза. Я тут думала, не может ли фалос помочь в открытии женской чакры? Почти все женщины потеряли способность наслаждаться своими горловыми ощущениями. Горло напрямую связано с вагиной. Возьмем хотя бы то, что, когда женская вагина сокращается, с горлом происходит то же самое. Часто то, что для мужчины нежно и терпеливо, для женщины все же очень быстро. Потому что у мужчин нет понятия о том, что такое медленно и нежно. Но они все же уверены в результате. Чаще всего в постели я говорю «медленней». Да. Вот вам воздействие порнокультуры. Мужчины похожи на отбойный молоток. Да. Второе, что я говорю, «не трогай меня там, пока я тебя об этом не попросила». Да! Наша заряженность – это эротическая основа, которая дана нам с рождения. Она основана на биохимии, на ваших гормонах, на всей вашей истории из детства. Так что, если вы трогаете кого-то до того, как он полностью разогрелся, вы его прерываете. И они снова должны это делать без прикосновений. Я энергетически зажжена, и многие годы я себя просто не понимала. Я думала, со мной что-то не так, мне нужно лечение. Я думала, я сломана, вместо того, чтобы понять, что со мной. Я не знала своих сексуальных нужд. Например, Кэтрин энергетически зажжена. И если Каспер тратит много времени, тратит на низ. Она берет и уходит в себя. Хотя немногие женщины сексуально заряжены, немногие сразу в бой. Так, она отвечает за энергию, а ты за сексуальность. А вместе мы неплохая команда. Есть уровни прикосновений. Вот первый уровень. Давай, Кэтрин, начни отсюда. Это будто погружение в клитор. Я же говорила, я гигантский клитор. Да, я так и говорила. Дышите. Позвольте почувствовать себе каждый нюанс до того, как вы дотронетесь даже до локтя. Медленными движениями. Но почему мне хочется, чтобы это делал мой любовник? Ну, ты чувственно зажжена. Почему он не может? Он сексуально заряжен. Он не не может, он просто не знает, как. Как мужчина, я изначально знаю, что вы меня трогаете. Если это будет слишком нежно, меня это будет почти раздражать. Это одна из попыток женщины обернуть то, что делает мужчина на него. Вы же два разных человека. Удовольствие бывает разное, но мы стремимся к самовыражению. Да? Потому у каждого есть естественный аромат. Она крутая блондинка, ты горячая брюнетка. Отношение мужчины к женственности и сексуальности, как отношение женщины к туфлям и одежде. Мужчины прокляты. Они заходят в магазин одежды, где каждый предмет для них одинаковый. Если ты постоянно брюнетка, он как будто должен есть пиццу каждый день. Это как носить одну и ту же одежду. Наше стремление к разнообразию никуда не уйдет. Если бы вам пришлось носить один костюм до конца жизни, вы бы повесились. Когда мы только встретились, я пошла от него сразу в его ресторан. Я все время была в костюме. Ты права. Он каждый раз реагировал, будто я была другим человеком. Да, так и было. И теперь, когда я продолжаю шоу, я уже больше не ношу такое. Я скучная. Ты стала постоянной пиццей. Я пицца. Большинство из нас научились быть маленьким осколком. Потому что я думала, так я обрету сексуальную целостность. Но это не так. Ваш партнер посмотрел на кого-то с сексуальным влечением. Ей смешно, но некоторые все еще шокированы этим. И знаете, они... О, Господи, да если бы он меня любил, ты бы не посмотрел и так далее. Я всегда это говорю, да. Если бы ты любил меня, ты бы не посмотрел на ее зад. Но это нелепо. Мы животные. Вместо того, чтобы говорить, как ты смеешь на нее смотреть, надо спросить, возможно ли как-то это притяжение направить на нас? Что есть в этом человеке, чего у нас не хватает? Часто я нервничаю. Я чувствую себя уязвимой, если кто-то эмоционально погружается в меня, в мои проблемы. Но также я радуюсь этому. В твоих стремлениях и надеждах много невинности. Покажи их мне, покажи. Верни их в свое тело. Да. Смотри на меня. Да. Когда закрываешь глаза, это легко. Я хочу усложнить тебе задачу. Спасибо. Да. Найди удовольствие здесь. Мне так больно. Отпусти это. Да, можешь поплакать. Я тебя обниму, хочешь? Отпусти это. Да. Поплачь, давай. Поплачь. Почему ты не издаешь звуков? Отпусти это. Отпусти. Отпусти это. Да, вот так. Почувствуй мои прикосновения. Отпусти сюда. Теперь здесь. Ты чувствовала, что там, где я тебя трогала, энергия преобразовывалась в женственность? Вот это чувство. Наслаждайся своими слезами. Работа над чувствами. Дотроньтесь до лица, почувствуйте его. Хорошо. Что вы поняли? Когда будете готовы? Что вы узнали о своем теле? Я, да? Просто ты казалась потерянной. Ты заметила? Она полностью потерялась в ощущениях своих рук. Да, я поняла, что руки и правда связаны с головой. Да, оказалось, все связано. Мне было интересно встретить того, кто отделен от своего тела. Того, кто боится открыться самому себе и почувствовать свое тело, почувствовать собственную интимность, зная, что сдержанность их надежное оружие. Я раньше думала, что оргазм создан для меня. Но выходит, что я должна сама его добиться. Я этого не понимала. Если бы я знал, как активировать все ваши тактильные рецепторы, вы бы взлетели. Я могу довести тебя до оргазма без прикосновений. Мне интересно. Когда мужчина понимает энергетическую сторону занятия любовью, он осознает, что он соединяется с женщиной задолго до того, как прикасается к ней. И это становится основой его способности заниматься с ней сексом постоянно. Чтобы начать, я буду нежно проникать и создавать контакт с телом. Когда я проводил рукой поверх нее, я уже создавал контакт с энергетическим полем. Тело — это только притворный уровень ее самой. И энергия, которая в ней есть, — это верхний уровень. Я создавал контакт с верхним уровнем ее энергии. И двигая рукой, я на самом деле прикасался к этому уровню. И она чувствовала, как я водил своей рукой по ее энергии. Я занимался с ней любовью без прямого контакта. И потом, в определенный момент, тело начинает принимать этот волнообразный приток энергии. И в этот момент я мог танцевать с ней, играть с ней, быть с ней на одной волне. Она бы наслаждалась волной собственной энергии. Возбуждайтесь телом. Но вместе с тем, возбуждайтесь всем, что в нем есть. Речь идет об уникальной специфике, когда я встречаю вас, и я получаю от вас энергию. Я понимаю ваше детство, всю вашу боль, ваши травмы. Все, что пошло не так, я поглощаю в себя, перерабатываю это и открываю. Широко открываю и даю вам все, что у меня есть, мой экстаз, радость, страсть моей жизни, мои травмы. Все, что есть, я отдаю вам и говорю, трахай меня открытым. Это бред какой-то. Во-первых, этого очень сложно достичь, и это очень-очень-очень печально. И во-вторых, когда ты уже там, все меняется, назад пути нет. Так сложно переработать эту энергию, чтобы позволить себе достигнуть женственности. Когда ты с мужчиной, и он дает тебе то, что тебе на самом деле нужно, ты сама даже не подозревала об этом, он сразу становится особенным. И внезапно он становится богом. Тело должно было слушать разум. Разум говорил своему телу, что есть то, на что ты способна, и на что нет. И... Так что... Я должна довериться телу, не слушая разум. У меня есть секрет, я знаю секрет. Я есть секрет. Иронично, но секрет... Один на всех. Да. Этот эмоциональный прорыв был удивительным. Праздный. Что? Да, давай, головой, отпусти голову. Да. Да. Да, милая, это шикарно. Нить-яма был направлен на то, что мы бы назвали терапией для пар. И это было удивительно. И Шариф отправила меня в это место, которое можно описать только как благословение. Чистое благословение. В каком-то смысле, рука Шариф была на левом плече, а рука нить-ямы на правом. Я чувствовала развитие от мужчины, чего со мной не бывало. А потом я почувствовала эту связь, происходящую слева, вместо Шарифа. Я почувствовала внезапную глубокую связь. На секунду. А потом внезапно. Его пальцы прошлись вот так, по моему горлу. И я... потерялась. Буквально я потеряла все чувства сдержанности и критики. И я просто нашла этот необычный, этот огромный опыт. Я чувствовала только любовь к себе, которая текла в моем теле через гениталии к моим прекрасным бедрам. где нет ни капли целлюлита. Вниз, в мои ноги, в офигенные ступни и обратно до плоского секси-животика. Такой вот опыт. Она текла в безумно красивую грудь и шикарные соски, в мою шею, руки, в те, которые на все способны, и в мое сознание, в котором распустился прекрасный лотос. И я была в мечте чистой любви к себе. И я была поражена, что я на такое способна, что вызвало еще больше ощущений. И я просто... Да, получается, получается. Это работает. Я идеальна. Я не ущербная. В каждом из нас есть невинность. Невинность — это целостность. Ты думаешь, что внутри каждого это не может закончиться? Не может. В этом мы с тобой связаны. Первый раз в жизни я ощутила, что значит быть идеальной. Я тоже. Внимание всем игровым. Заходи на Азина 777. Отыграться и выиграть можно только тут. Снимаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!